Дрифт-шоу Матчевая встреча «Россия-Литва», которая уже состоится 13 мая, Евгений Новик сегодня в студии и один из участников этого турнира Дмитрий Ерютин, который, к сожалению, без своей классной тачки, но сегодня он нам расскажет, из чего она состоит и из чего она стоит. Итак, матчевая встреча «Россия-Литва», дрифт. Для тех, кто не понимает вообще словосочетание все это, что это будет? Это у нас с 2011 года мы проводим уже дрифт. Сложилась такая уже традиция, мы делаем это совместно с литовцами. Сейчас 13-го, который будет дрифт у нас, это у нас как этап чемпионата Литвы даже. Приезжают, не знаю пока еще по количеству литовцев сколько, но они очень сильные, они очень накатанные. Наши тоже гонщики очень хорошо накатанные, потому что, ну вообще классно получается, уже с каждым годом дрифт растет, пилоты растут. В прошлом году он выиграл наш, наконец-то, потому что, когда приезжали литовцы, всегда выигрывали литовцы. А в прошлом году Артем Шаховцов, он, правда, машину еще не дособрал, выиграл. То есть защищать титул он сейчас не будет? Не получится, да. На этом дрифте нет, на следующем я думаю, что он выйдет уже, машину соберет. У меня уже есть следующий вопрос, но следующий вопрос будет гонщику. Итак, что такое дрифт? И со стороны что-то жгут там покрышки, едут боком на самом деле. В чем смысл этих гонок и в чем их кайф? Смысл получать удовольствие, потому что в повседневной езде городской получить это невозможно. Ну, а задача какая? То есть нужно проехать какие-то точно близкие? Это квалификационное задание. Судьи определяют траекторию, и эту траекторию надо проехать максимально правильно, с большим углом и эффектно. То есть, чтобы это было слышно мотор, чтобы дымила резина. Ну, это зрелище и удовольствие для пилота. То есть как раз тот вид гона, в котором скорость не важна, важна точность. Важна точность, траектория, да, и угол. Вот вопрос, проезжают литовцы. А как они все это делали, все свои тачки таможат и сюда привозят? Да, все это регистрируется. Мы очень хорошо работаем с правительством, именно с которой сейчас у нас министр молодая. Поэтому очень все хорошо. Нам помогают, там письма пишем, на границе помогают. То есть проезжают границу, ну, там есть, конечно, определенные проверки, без которых нельзя пройти границу. Поэтому проезжают нормально. Нормально проезжают и выезжают точно так же. То есть с резиной обычных людей не пропускают с резиной, дрифтеров пропускают. А счет резины всегда, наверное, больной вопрос, но насколько это затратная история? Вот для примера, может, есть какая-то цифра, что мы вот за турнир сжигаем там... За турнир сжигаем бэушных колес 30-50, а новых где-то до 20. Это с тренировкой, с покатушками. Это один сжигает? Да, это один пилот, столько сжигает. Один пилот сжигает, окей. В целом, вот мы уже задали такую планочку, что сейчас будем говорить про машину. Постройка, как он называется, корч? Корч. Я знаю, да, я разбираюсь немножко. Итак, построить корч, вот, допустим, не будем сейчас говорить прям супер-пупер, я пошел у всех выиграл, а чтобы начать, вот, не знаю, там, жигу переделать, жигули. Тысяч 100 хватит. Ну, я думаю, что меньше, потому что у нас есть, там, Болик, у нас есть Болеслав Викентьев такой, он тоже построил там жигули дрифтовые, вот, ну и они дрифтят. Ну, как бы, дрифтят как? Когда есть дождь. На сырую. На сырую дрифтят классно. В принципе, от 100 тысяч до 17 миллионов, это уже то, как раз будет. Мне кажется, и больше, может, до бесконечности, да? Это мы про жигули, до 17 миллионов. Нет, не про жигули в целом. Что у вас за машина и насколько она конкурентоспособна, не знаю, есть какая-то вот, она дает вот столько, там, какой-то показатель, там, если мы не говорим о скорости, там, она может ехать, там, боком безостановочно, не знаю, что такое. Нет, в дрифте не то, что боком безостановочно. У меня платформа BMW, потому что мы живем в регионе, где BMW – это очень распространенный и доступный автомобиль. По мотору она доработана, там, где-то 320-340 сейчас сил, это вполне достаточно. Подвеска очень серьезно изменена, потому что любой заводской автомобиль, он от завода идет… Мягкий, комфортный. Безопасный. Анти-пробуксовочный. Анти-заносный. Анти-занос. При заносе нужно сразу стабилизироваться. Нет, спортивный автомобиль, он кардинально переработан и технически, на самом деле, никак не пересекается с заводской любой машиной, подвеской и тормозной системой. Есть ли какая-то на вашем автомобиле особая штуковина, которой вы гордитесь? Вот я вот ее поставил, я ее добыл, не знаю, достал. Это турбина, потому что моторы были атмосферные и мощности той не хватало. Пришлось из 190 сделать, ну, хотя бы вот… Мы только что разговаривали про турбину, он сейчас очень радостный, на самом деле, потому что он настроил, наконец-то, турбину, да. Случайно при чем. Машина поехала. И будем надеяться, что она до воскресенья будет на своих настройках, да? Я думаю, что останутся те настройки, которые он доволен им. Невероятные затраты. Что ожидает гонщиков, если они все-таки выигрывают? За что борются, кроме, может быть, рева публики? На самом деле, ну, финансовое, конечно, мы делали, у нас были такие призовые места, именно гонщики получали деньги за призовые места. Сейчас, как бы, проблема с финансированием большая, поэтому у нас кубки медалей, боремся. Ну, хотя бы маслица-то, можно разжиться маслицем моторным? Да, конечно, нет, призы какие-то будут, но не деньги. Для брелевщиков развлекуха запланирована? Обычно у вас там какие-то выставки, машины тюнингованные? Мы сейчас будем делать это коротко, чтобы люди не устали. То есть мероприятие само пройдет в 13.00 у нас начало, и я думаю, что оно закончится где-то в 16.00, в 16.20. В 16.30, наверное, уже будет награждение. То есть, чтобы люди не устали, чтобы все увидели от начала и до конца. Что ожидать? Какой-то, может быть, классный гонщик будет, да? Может, какая-то есть дуэль, вот точно мы ждем, что там Вася с Петей будут, ну, точно рубиться. С спортивной точки зрения, чего ждем? На самом деле, большинство тех пилотов, которые приедут покататься на это мероприятие, они все конкурентоспособные, едут все примерно на одном уровне, и борьба будет, как всегда, между нами друзьями. Да, самое главное, чтобы вот, знаете, вот этот человек, это человек-блок, бетонный блок. Не надо, не надо. Он появился буквально недавно, да? Вот сколько ты гоняешься? Ну, это третий сезон будет. Третий год. Это вообще молодежь. Да, самое интересное, что когда он приехал, он вот сразу поехал, просто вот он начал дрифтить. Так. Но он всегда въезжает в блоки, он разбивает машины постоянно. То есть я очень переживаю за это. Я не могу ехать аккуратно. Надо ехать. То есть он возле блока прям трется, трется, иногда у него получается вот прям бах и все, и в блок пошел. Минус один участник. Да, пожелаем, чтобы в этот раз все было на то, что. Поэтому мы траекторию, честно, мы очень построим траекторию подальше от блоков, особенно когда Рютин будет ехать. Да, не надо. Отдельная траектория будет для него. У нас не очень много времени. В паре слов, насколько вообще сезон автоспорта в Калининграде насыщенный, чего ждать в ближайшее время, кроме дрифта? Ну, так как чемпионат мира у нас еще, да, как бы все закрывается, у нас все мероприятия мы не сможем проводить до июля, середины июля. Поэтому после 13-го, сразу 20-го на Девао будет фестиваль ускорения. Традиционный совместно с ДСАФ делаем. Поэтому 20-го мая будет автокросс, будут военно-прикладные, будет выставки, очень много будет военной техники, будет классное мероприятие. Драг будет в этом году? Драг-рейсинг тоже будет, по дате пока не могу сказать. Ребята, которые организовывают драг-рейсинг, да, готовят уже трассу. Последние выходные мая. Да, на косе, на Балтийской косе, как в прошлом году, то есть тест прошел. В прошлом году очень классно у них получилось, поэтому они уже готовятся. Для тех, кто ничего не понял, драг-рейсинг – это гонки с места по прямой на короткой дистанции, а автокросс, соответственно, кольцевые гонки на специальной, по сути, грунтовой трассе. И в завершении всегда наши гости говорят что-то зрителям. Вот почему стоит заниматься автоспортом, если у тебя в крови, там, не знаю, скорость и желание соревноваться, но делать это стоит все-таки на специальных треках, где-то, вот на каких-то аэродромах, чтобы не нарушать дорожную транспортную обстановку. Нарушает. Да не, 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 на самом деле нам очень хочется, чтобы мероприятия проводили организованно, безопасно, потому что мы за безопасный автоспорт, это открытые эмоции, ты едешь и получаешь удовольствие, потому что ты понимаешь, что ты никому не мешаешь, люди приходят, смотрят, получают удовольствие. И вообще приходите, на самом деле, потому что, потому что... Потому что все будет безопасно, будет скорая, будет... Это зрелищно, это весело, это на самом деле безопасно, да, то есть там нет больших скоростей, вот, и там просто зрелище. У него нет больших скоростей. Не надо. Другие едут быстрее, чем он. Правда. И от Евгения тоже в камеру, может быть, приглашение еще раз? Да, приглашаем 13 мая в 13.00, такие две тринадцатые цифры, торговый центр на Советском проспекте, можно назвать... Да, я думаю, торговый центр Грант. Торговый центр Грант, все знают, там Вестера уже нет, можно его рекламировать, да. Поэтому, да, на этой парковке состоится дрифт в 13.00. Вход свободный. Да, вход свободный, бесплатно. Будет очень много драйва, будет даже дрифт-такси. Дрифт-такси – это каждый человек, который захочет прокатиться в машине. То есть вот этот, например, пилот, он может покатать человека любого с правой стороны. Чтобы ему прикатнуться к миру к автоспорту. Да, да, да. И может быть, кого-то все-таки заставит... Не кого-то это цепляет, поверьте. Да, ну, цепляет, и все-таки у нас будет еще больше дрифтеров, чем сейчас. Это Евгений Новик, это Дмитрий Рютин. Те, кто будут делать для вас шоу 13 мая в 13.00 на парковке у торгового центра Грант на Советском проспекте. Это будет матчевая встреча Россия-Литва по дрифту. Но на этих выходных огромное количество других соревнований. Не забывайте, что 12 мая впервые в Калининграде пройдет Кубок России по КУДО на главной арене Дворца спорта «Интарный». Также на стадионе Калининград, собственно говоря, стадион официально будет открыт матчем Балтика-Тюмень. Кроме того, в этот же день пятиборцы на стадионе трудовые резервы. Ну и ежегодные соревнования на призы олимпийской чемпионки Анастасии Назаренко по художественной гимнастике. С ее присутствием, как всегда, на арене Дворца спорта «Созвездие» на улице Гагарина, 99. Если вам мало этой информации, вся афиша есть на сайте регионального министерства спорта klddefisport.ru. Ну а всегда в деталях мы говорим с представителями калининградского спорта каждый вторник и четверг в 7.20 на телеканале «Каскад». Продолжение следует...